День открытых дверей Не так, как обычно бывает И мы еще должны поговорить Немножечко о безопасности абитуриентов Об этом мы не успели тоже поговорить В первом часе, Валентин Николаевич, пожалуйста Ну да, спасибо По поводу неоткрытых дверей Как у нас происходило в прошлые годы Давным-давно Это более 5-7 лет назад В Вятгу Как обычно В течение осенне-зимнего периода Проходил там Один-два дня открытых дверей Традиционных Когда мы вывешивали объявления И родители с абитуриентами Приходили в актовый зал Собирались И мы им рассказывали Про правила приема Как подготовиться Какие у нас есть специальности, факультеты Студенческая жизнь Рассказывали Отвечали на вопросы И это было все нормально Потом, после того, как мы стали расти Количественно и качественно Желающих прийти послушать Становилось все больше У нас одного актового зала не хватало У нас несколько больших аудиторий Стало возникать Потом стало понятно Что настолько большой и разный университет Внутри себя Что общими фразами И одним коротким рассказом Про все не расскажешь И мы стали почковаться И делиться на Дни открытых дверей Общеуниверситетских Где общая информация Во-первых, их стало больше по количеству Осенние, несколько зимних И весенние Потом мы стали почковаться На дни открытых дверей Для конкретных разных институтов И факультетов Потому что всегда интересна Есть возможность Когда ты на свой факультет приводишь Ты можешь ответить на конкретные вопросы Школьниковых абитуриентов Которые интересна Эта специальность Там химики рассказывают Про свое Биологи про свое Инженеры про свое инженерное А гуманитарии про свое Прекрасное гуманитарное И, соответственно, есть возможность Показать лаборатории Оборудование Рассказать более подробно Познакомить с преподавателями Которые будут работать И ответить на свои вопросы И вот, соответственно, у нас Дни открытых дверей Последнее время сложились В таком формате Сейчас, столкнувшись С вопросом дистанционного проведения Мы подумали Пообсуждали И придумали Новый формат проведения Дня открытых дверей Расскажите нам Да, это онлайн Дни открытых дверей Онлайн Дни открытых дверей Онлайн Дни открытых дверей По сути Планируется В конце мая Когда уже будет Понятно Со сроками Ведения приемной Компании ИГЭ Это будут Дни открытых дверей По институтам То есть Это будет Прямая трансляция В Ютубе По крайней мере Сейчас мы планируем Вот именно Такую техническую организацию После этого Трансляция так и остается Любой желающий Может посмотреть Для нас сохраняется Можно зайти и посмотреть Если ты в конкретное время Не смог То есть Там будет И пресс Слово ректора И будет Как бы Все Что касается Правил приема И все Что касается Всех специальностей Данного института Ну и вообще Студенческая жизнь Видеоролики Там Показы лаборатории И прочее такое Это будет один какой-то файл Или несколько Все-таки На каждый институт По одному Возможно задавать вопросы Будет какой-то шаг Конечно, да В прямом эфире Будут ответы на вопросы Которые в чате Будут писать абитуриенты То есть Возможность такая будет И кроме того Все, что еще и потом Люди напишут Будет ссылка Где можно, скажем Вконтакте написать И прямо придет ответ Человеку С датами уже определились Где-то можно их посмотреть На сайте Возможно Нет, пока мы точно Еще даты не установили Мы планируем На конец мая Пока идут Согласования Дат Скажем так Вот И Ну мы финансируем Да Ну то есть Ссылки все У нас на сайте Все будет висеть И в соцсетях Мы это будем Максимально Подробно анонсировать И потом рассказывать Ага Тогда, Валентин Николаевич Те вещи Вот о которых мы говорили В перерывах По поводу безопасности Да, студентов И о том, что возможно Абитуриентов Абитуриентов Возможно о том, что кому-то Лучше остаться Дома Ну смотрите, да Вот мы сейчас Как обычно с коллегами Обсуждая, делая прогноз Сколько И И кто И почему Из выпускников Кировских школ Кировской области Останется И поступит В кировские вузы А кто Из них Ну традиционно Какое-то количество Там 25-30% Абитуриентов Ну всегда уезжало В другие города Столицы Москва Санкт-Петербург Какие-то крупные Другие города России Вот мы сейчас Обсуждаем И размышляем Общаемся С родителями То есть запросы От родителей Уже и есть Я так понимаю Да И вот мы Мы заметили Тренд И собственно Я об этом Предполагал И это подтверждается Там реальными Контактами Что Родители Которые Были абсолютно Уверены Еще полгода Год назад Что их дети Должны Там Или собираются Поступать В какие-то Лучшие Вузы Страны Что является Их законным Правом Вот серьезно Задумались На предмет Того А надо ли Это делать В этом году Потому что Мы видим По количеству И по Распространению Заболевания Что Чем более Крупный Мегаполис Тем рисков Бытового Заражения Гораздо Больше Но это Логично Потому что Скученность Людей Конечно же Больше Транспорт Общественный Да И так далее Уже только Поэтому Я думаю Что И это Наверное Правильно Что Многие Родители Примут Решение И абитуриенты В пользу Своего здоровья Своей жизни И останутся В этом году И поступят Учиться В наш университет И в другие Вузы города Кирова Я считаю Никакой трагедии Ничего Я надеюсь Что они Не пожалеют И может быть Даже выиграет И выиграет Экономика региона Что самые талантливые Самые Успешные И пассионарные Такие дети Останутся у нас Я надеюсь Все-таки Человек поступит Но не может Хочет он в Петербург Девушка любимая Туда уехала Например Да Можно перевестись Останется возможность Конечно Всегда перевестись Это Несколько сложнее Организационно Но Кто сильно хочет Всегда своего Может добиться Никакой трагедии Я в этом не вижу И поэтому Наверное Стоит Обратиться К родителям И абитуриентам Серьезно подумать На предмет того Чтобы рассмотреть В этом году Для себя Такой сценарий Поступить в Кировский год Жизнь заставляет Оставаться дома Здесь безопасней Комфортней И ничем не хуже Ну что ж Теперь наверное Мы уже отпустим Наших гостей Я предлагаю Наверное уйти Возможно На небольшую рекламу А потом мы уже Сменим тогда Самое тело Благодарим Валентин Погач И Роман Медов Были в нашей студии Говорили о приемной компании Вятские государственные университеты Другие вузы нашей страны Спасибо 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 Здравствуйте Я Владимир Сметанин Ведущий автомобильной программы Трасса 101 А я автомобилист Владимир Сметанин Ну как дела Автомобилист Бензин дорожает Штрафы растут Инспектор остановит А что делать не знаешь Хочу купить новую машину Но какую именно А еще Стоп-стоп Вот об этом И не только Ежедневно В программе Трасса 101 Да Удачных выездов вам И не менее удачных приездов Продолжаем Дневной разворот Дарья Тепузлива Анна Лапшина Меняем мы немного тему Поговорим о том Как коронавирус Повлиял на жизнь И работу благотворительных организаций В принципе благотворители Это наверное те Те кто первыми Столкнулся вообще С проблемой С нехваткой средств Потому что в первую очередь Люди начали отказываться Именно Ну от нецелевых расходов Начали люди отказываться При этом я Что удивительно Вчера когда Обзванивала Вот сегодняшних наших гостей Тех кто будет с нами на связи Я услышала в нескольких Организациях Ну такой Не то чтобы оптимистичный прогноз Да Но вот описание ситуации Что все таки люди Которые Там с нами постоянно были Они с нами и остались Может быть в каком-то другом Немножечко формате Может быть чуть меньше Да И чуть менее активно Но тем не менее Мы сейчас связываемся С организацией Кировской организацией Родителей детей Инвалидов дорогу и добра Надежда Прокошева С нами на связи Специалист по связям С общественностью Надежда Добрый день Здравствуйте Да Мы решили начать с вас Почему Потому что у вас Организация достаточно крупная Достаточно известная Большое количество подопечных Очень грамотно Отстроена Вот эта вот система Работы там Да с организациями И людьми Которые вам помогают И вы в некотором смысле Может быть даже В чуть более выигрышном положении Находитесь Чем остальные Там более маленькие Какие-то благотворительные Фонды организации Не знаю возможно Я ошибаюсь Надежда Или это так Ну я бы сказала Что все познается В сравнении конечно же Наверное Если мы будем говорить Допустим в сравнении С более крупными фондами Например столичными То мы конечно В менее выигрышном положении Но если мы говорим Только про наш город То да Скорее всего Мы более стабильны В каком смысле Потому что у нас все-таки Работа Наша деятельность Такая системная То есть мы Ищем деньги На проекты Которые у нас Идут постоянно То есть Это системная работа И у нас всегда Есть запас Потому что мы Его планируем заранее То есть мы запускаем Или продолжаем проект И всегда Исходим из того Что на него Есть средства Вот И в связи с этим У нас На сегодня Ну на момент Когда началась Вот эта ситуация С пандемией У нас был запас То есть На определенный Вот срок До окончания Учебного года У нас запас На наши Проекты есть Давайте просто поясним Надежда Что организация Дорогой добра Вы не собираете Средства На лечение Или на какие-то Операции Вы собираете Средства На образовательные Какие-то курсы Программы Проекты Занятия С ребятами С ограниченными Возможностями Либо с их родителями И многие ваши проекты Это такие Комплексные Отдельные проекты На которые Вы пишете заявки И если повезет То выигрываете Гранты И вот за счет Этих средств В некотором смысле Вы работу Преподавателей Можете поддерживать И не прекращать Вот эти курсы Которые есть Они сейчас В другом формате Немножко Но тем не менее Они идут Да Все верно Именно Грантовые Вот эти Средства Которые У нас уже Перечислены Или там Допустим Мы ждем Эти транши Они есть И они Ими прикрыты Вот эти все Наши программы Для детей Родителей Специалистов Ну то есть Вот на Вот этот Промежуток До конца Учебного года Вот Поэтому Мы на данный момент Не так сильно Это ощутили И вот те Не так много К сожалению Частных Жертвователей Да Но Как показывает История Допустим Наша И Допустим Других фондах Допустим Московских Вот как раз Частные жертвователи Которые Поддерживают Небольшими суммами Как правило Они как раз И не уходят То есть Это люди Которые Держатся На эмоциях То есть Они как раз Самые стабильные Вот Другое дело Бизнес Как раз Самые Те люди Которые в бизнесе Которые поддерживают Благотворительные организации Это По большей части Средний Малый бизнес Которых Нужно Самих Сейчас Поддерживать Вот Вот они Как раз Самые Такие В таком Положении То есть Они в безвыходной Ситуации Оказались Они вас Поддерживали В свое время Потому что Им хотелось Сделать что-то Хорошее А сейчас Получается Что им надо В отношении Своих сотрудников Это что-то Хорошее Делать А возможностей Финансовых Они сейчас Ограничились Очень сильно Да И поэтому Хочу сказать Что Наверное Сейчас страдают Наверное Больше Маленькие Организации Которые Вот только Недавно Допустим Организовались У которых Нет вот Этой Подушки Скажем так Подзапасности И запаса Им наверное Да Сейчас Всего тяжелее Надежда Еще вот такой момент Читала Несколько интервью Ваших коллег Из других регионов И федеральных Тех Кто занимается Вообще Подобной деятельностью Высказывали опасения Что могут быть Свернуты Грантовые программы Ввиду отсутствия Там финансирования И разных Бюджетных Проволочек Как-то оцениваете Уже Эти риски Вот Да Если мы говорим О сегодняшнем дне То у нас Прикрыто Еще раз Что допустим До конца учебного года Но мы понимаем Что эта ситуация Ну Скоро закончится И мы На те грантовые Конкурсы Которые рассчитывали Они могут быть Приостановлены Потому что Ну Средства будут Перераспределяться В любом случае И Конечно Мы тоже не можем Предугадать Что будет с бизнесом Как он нас будет поддерживать Да Грантовые конкурсы Некоторые Вероятнее всего Будут в своем отчете То есть Сейчас мы не могли То есть До сих пор Не вышел Городской Грантовый конкурс Который Хотя Должен был Быть объявлен В марте То есть Это уже Начинается Городской Грантовый конкурс Он до сих пор Не объявлен А что-то Что-то вообще Говорят По этому поводу Власти Ну Пока Неопределенно Ну То есть Все равно Это все Вот Это Вот это вот Самоизоляция Вот эта ситуация С вирусом Конечно Сильно Сильно Подкосила Тем более Наш регион Такой Дотационный В этом плане Вот И то что Конечно Мы сейчас Как организация Такая Ну На передовых И мы сейчас Конечно Стараемся Продумать Все наши действия Которые мы будем делать Производить В ближайшее время Следующий учебный год Мы понимаем Что следующий год Будет еще тяжелее Вот В связи с тем Что после вируса Пойдет Экономический спад Который уже начался Вот Мы понимаем И Мы Предпринимаем Все меры Которые Ну Готовитесь В общем К этому Главить Да Мы стараемся Готовиться Конечно Что будет Трудно Предукатать Но все понимают Что все уходят В онлайн И мы стараемся Максимально Активизироваться Онлайн Ну я видела Да У вас занятия Кстати говоря Вы собирали Как раз Вот средства Это такой Ну скажем так Незапланированной Да Была потребность Вот эти веб-камеры Да Для преподавателей Чтобы возможно было И через интернет Вести занятия И по-моему Вы достаточно Быстро Собрали Да Очень быстро Очень быстро Потому что здесь Понятно было Людям На что Собираются И что это актуально Что нужно быстро В этом плане действовать И нам другие Организации Еще помогли Те у которых Были запасы Этих камер Нам просто Передали Передали Эти камеры И просто Наши друзья Ну кто У кого дом Было Мы быстренько Собрали И помогло Еще то Что у нас Была Своя камера Хорошая Мы планировали Онлайн Конференции Для педагогов То есть Мы были готовы У нас Одна была камера Уже была В наличии Мы начали С нее А потом Просто докупили Еще оборудование Надежда Прокошева Специалист по связям С общественностью Кировской организации Родителей детей Инвалидов Дорогой Добра Была с нами на связи Надежда Спасибо большое Я надеюсь Что все таки Эта ситуация Закончится С минимальными потерями Для всех нас Для ваших подопечных До свидания Слушай Мне кажется Вот такая взаимопомощь Она в ближайшие месяцы Может вообще сыграть Какую-то даже знаковую роль Между организациями Особенно между благотворительными Между организациями Благотворительными И бизнесом Когда действительно Нет возможности помочь Напрямую деньгами Но есть какие-то Ресурсы Ресурсы Чтобы помочь Технически Еще если там С точки зрения Вуза Говорит То методически То есть еще какие-то Такие вот вещи А не так Как я тут видела Видеозапись С 20 тоннами редиски Которые выкинули Где-то у нас В южных районах Потому что не смогли Потому что это была Несанкционная редиска Нет Потому что не смогли продать Фермеры Не смогли продать Свежий урожай редиса И 24 тонны редиса Просто в лесополосе Оказались Ну понятно У всех уже наверное Вырос свой редис Это нам в Кирове Очень странно Конечно кажется В конце апреля Что у кого-то Уже выросла редиска Да А где-то вообще-то В стране уже арбузы Наверное Страна-то большая Да Вот такая вот история Ну действительно Надежда права Они Ну в некотором смысле Показательная Да Такая организация Потому что у них Вот эта работа И по фандерайзингу Работа По сбору средств И все остальные Какие-то вещи Они отстроены Очень грамотно Огромное количество Небольших фондов Которые собирают На нужды Прямо вот сейчас Необходимые Да Они конечно В более Таком На печальном положении Оказались Надеюсь что не все Наталья Петрова С нами на связи Заместитель исполнительного Директора благотворительного Фонда Это чудо Если я не ошибаюсь Наталья Николаевна Здравствуйте Здравствуйте Не ошибаетесь Не ошибаюсь Да Добрый день Очень приятно вас слышать Скажите пожалуйста Вот фонд Это чудо Как раз Вот Вы Занимаетесь И занимались Такими Ну скажем Вот такой пожарной Что ли Помощью Да Пожарная Трево Когда надо куда-то Там например Срочное На лечение Отправить ребенка Или еще что-то Вы в этой ситуации Вот в нынешней В каком положении Оказались Ну к сожалению Я думаю Что как и большинство Фондов Ситуация сейчас Не самая хорошая Для нас Связано это с тем Что конечно же У фондов Такой подушки Безопасности К сожалению Нет То есть мы Не вкладываем Свои деньги Не в акции Не кладем их На депозиты Поэтому мы Всегда Денежки Отпускаем В работу Для этого У нас Как бы Мы увеличиваем Прием заявлений На помощь Новую программу Открываем И вот сейчас Когда к сожалению Благотворительные Пожертвования Значительно Снизились Этой возможности У нас На сегодняшний день К сожалению Нет Так Все таки Я уточню Вы продолжаете Сейчас оказывать Помощь тем Ребятам Которые ваши Подопечные Или вы сейчас Временно Приостановили Сборы Мы Временно Приостановили Сборы Ну как Приостановили Сборы Мы продолжаем Работать То есть фонд Не закрылся Ни в коем случае Мы продолжаем Работать Но мы сейчас Говорим о том Что сейчас Оказание Помощи Для ребят Очень сильно Сократилось И Насколько Это продлится Сказать мы не можем Вы сами понимаете Какая сейчас ситуация Да Это правда А как ваши коллеги То есть вы рекомендуете Людям обратиться В какой-то например Другой фонд Или такая ситуация Сейчас везде Потому что наверняка Есть те кому Деньги нужны Вот сейчас И это вопрос Там жизни и смерти Конечно У нас Фонд имеет Специфику Наша помощь В основном направлена На ребяток С ДЦП А если нужна Какая-то срочная Помощь Каюну Существуют Другие фонды У которых В приоритете Ребята С более серьезными Тяжелыми Заболеваниями Которые требуют Именно срочной помощи Но На сегодняшний момент Да Ситуация Думаю Что у всех Примерно Одинаковая Благотворители Направляют Свою помощь Если они остаются Ими же Другое русло Это помощь Старикам Пожилым людям Это помощь Малообеспеченным Слоям Населения И к сожалению Вот сейчас Мы вынуждены Констатировать Тот факт Что да Поступление То есть Сборы упали Да Практически Ну я не скажу Что на 100% Но на 80% Да А эта сумма Которая К нам Сейчас Приходит Недостаточная Для того Чтобы оказать Помощь Нашим Подопечным Наталья Видела Коллеги Ваши Федеральные Многие Кто занимаются Именно Сбором Пожертвований На лечение Лечение Детей Снимают Сейчас Ролики С призывом Не бросать Благотворительность Показывают Ребят Да У кого Все это Действительно У нас стоит вопрос Ребром Что-то подобное Вы делаете Планируете делать Да Конечно Мы же не закрылись Мы просто сейчас Тоже находимся На дистанционной Работе К сожалению Некоторые сотрудники Да Действительно По своей инициативе Ушли В неоплачиваемые Отпуска Это вынужденная Мера Чтобы нам Сохранить Какой-то фонд Для того Чтобы продолжить Работу Да Мы Призываем Тех Кто Готов Оставаться Благотворителем Кто Готов К нам Помогать Все Кто сейчас Может Пожертвовать 20-30 Рублей 50 Это будет Очень здорово Это поможет Нашему фонду Не закрыться И продолжить Свою работу Конечно же Мы В своих Соцсетях Продолжаем Обращаться Благотворителям За помощью Просим Их об этом Создаем Видеоролики Делаем Емейлы Ссылки И так Далее Да Наталья Еще такой Скажите Вопрос Вот Те Медицинские Например Потребности На которые Были сбор Ну условно Там Операции Какие-то Там Да Реабилитационные Какие-то Курсы И прочее Эти вещи Сейчас Наверное Ну как бы Там Временно Приостановлены Да Для Для Ребяток Или Они Все-таки Есть Вы знаете Каждый Реабилитационный Центр Сейчас Принимает Решение Самостоятельно Продолжать Работу Или Приостановить Вот На сегодняшний Момент Три Реабилитационных Центра С которыми Мы Постоянно Работаем Два Из них Приостановили Работу Один Принимает Продолжает Ребят На Реабилитацию В связи С этим Естественно Сейчас Смещается Очередь Ребят Которые Должны Попасть В какой-либо Реабилитационный Центр И Насколько Она Растянется И Когда Ребенок Попадет В этот Реабилитационный Центр Сейчас Конечно Сказать Нельзя Благодарим Наталью Петрову Заместитель Исполнительного Директора Благотворительного Фонда Это чудо Было С нами На связи Мы Сейчас С Дарьей И наверное Сделаем Небольшой Перерыв На рекламу После этого Вернемся Еще В студию Поговорим С несколькими Людьми Программа Дневной Разворот Продолжается В студии По-прежнему Дарьетов Узле Ивана Лапшина Мы Связываемся Сейчас С нашими Благотворительными Организациями Благотворительными Фондами Чтобы понять Какие Все-таки Потребности Есть Сейчас С частью Из наших Спикеров Сегодняшних Мы говорили Месяц назад На старте Всей Вот этой Вот истории Коронавирусной И уже Тогда Ну вот в тот Момент Было понятно Что есть Ну некий Страх Что ли У партнеров Постоянных Благотворительных Фондов Что они Не справятся Не вывезут Именно со Своими Сотрудниками То есть С теми Людьми Которым Они должны Оказывать Немедленную Помощь И тогда Были Приостановлены В некотором Смысле Все вот такие Совместные Акции Что ли Я думаю Что сейчас Ситуация Может быть Начинает Немножечко Выправляться Мы сейчас С Валентиной Ивановой Связываемся Председателем Правления Кировского Отделения Российского Детского Фонда Валентина Павловна Здравствуйте Добрый день Добрый день Да Мы с вами Говорили Как раз Где-то В начале Апреля В первой Половине И вы тогда Сказали Конечно Обескураживающую Совершенную Вещь Что Те компании Которые С вами Работали Они вот Временно Приостановили Это сотрудничество И был такой Страх Даже Не смогут Они вернуться Шок Шок У детского Фонда И у этих Партнеров Которые С нами Работали Что Сейчас Ну Я хочу Сказать Что Просто хочу Сказать Спасибо Этот шок Видимо Прошел Понимание Того Что Надо Протянуть Руку Помощи Тем Кому Сегодня Вообще Сложно Не только Сидеть За закрытыми Дверьми Но и Надо Кормить И надо Обывать Поэтому Вот Меня радует То Что Пошли К нам Те добрые Люди Пошли Звонки В плане Каком Звонки Что Подготовьте Список Семей Что вам Надо Говорите И вот Поступает Товар Что нам Удается Комплектовать Подарки Комплектовать Продуктовые Наборы Да И волонтеры Наши Уже Вот Это самое Разносят Разносят И опекаемым Семьям Кто Опекунам Которые Живут Бабушки Которые Воспитывают И Нашим Одаренным Ребятам Которые Живут В семьях Далеко Не обеспеченным И И вообще Семьям Которые Трудно Это Многодетные Это Мама Одиночки Поэтому Вот сейчас Только он Просил Не называть Свою Фамилию Привез Извините Несколько Ящиков Тушенки Консервов Всяких Вот Спасибо Торговому Дому Вятскому Который Нам Скомплектовал Прямо 72 Подарка Такие Хорошие Насыщенные Подарки Комплектовые Вот Кроме того Кроме того Удалось Удалось То что и у нас Было И то что нам И средства И гены Поэтому И средства Вот Антисептик Откладываем В общем То что Необходимо И стиральные Порошки Поэтому Добрые люди Откликаются И видимо С пониманием Того что Да Всем трудно Но давайте Помогать Тем кто Вот Готовим Да Бывшие Ведь у нас Сегодня Это категория Бывшие Выпускники Детских домов И школ Интернатов И сами понимаете Они только что вышли Некоторые без работы И они привыкли К сожалению Психологически Да Они привыкли Да Они привыкли Но вот отдать Должно школам Вот например Школа-интернат Номер один Она прямо Как говорят Сама заботу проявляет И звонит Валентина Павловна Можете ли помочь Поэтому У вас комплектованные Подарки Тоже этим ребятам Уйдет Валентина Павловна Вот смотрите Да Вот эта вот история С продуктовыми наборами Которой присоединились Многие предприниматели Она достаточно широкую огласку Получила и в соцсетях И со стороны правительства Да Были вот эти презентационные ролики Как ездят Все вот развозят Эти продуктовые наборы И понятно Что бизнес Вот видимо по цепочке Посмотрели То есть один отвез Я тоже могу Да У вас появились таким образом Кто-то вот новые Какие-то благотворители Кто раньше с вами не работал А сейчас протянул руку помощи Есть Да Мы их и не знали Но как правило Они говорят Мы от чистого сердца О нас ничего не говорите Мы от вам принесли Мы рады Что вас узнали Понимаете Поэтому есть Конечно Но это кстати да Это такая история Которая бывает в кризисные периоды Когда к благотворителям Приходят новички И остаются потом Конечно Они потом останутся И они увидели Во-первых Смотрите Ведь некоторые просят Дайте конкретные адреса Телефоны Мы сами отвезем Вот опять-таки же Пришел И вот он и говорит Валентина Павловна Мне 10 семей дайте Я говорю Я лично хочу Материальную помощь отдать Но дайте только семьи Чтобы Это самое Не пропили эти деньги А приобрели одежду И там говорит Я сам познакомлюсь И договоримся То есть такая адресная помощь Уже получается Да-да Это адресная Так у нас вообще вся адресная Но здесь этот человек Который Он и нам привез То что мы можем вкладывать В эти подарки продуктовые Но он и сам Еще лично от себя Готов еще взять Дополнительную нагрузку Вот и взял Вот адреса приготовили Дали ему адреса И он вот во всяком случае Здоровья этому хорошему человеку Мы пожелаем конечно Я всем говорю Дай бог здоровья и терпения И как говорят Молодежь говорит Прорвемся Я говорю Ну детскому фонду не привыкать Мы ведь Слушайте Все кризисы Пережили за 33 года И обретаем Вот Новых партнеров Новых друзей Поэтому Хочу сказать Всем спасибо И обращайте Понимаете Сегодня конечно Вот мы На своем сайте Опубликовали Помимо продуктовых наборов Обращаюсь к садоводам Если есть излишки картофеля Моркови Свеклы Визите Мы это с удовольствием Раздадим Потому что наряду с тушенкой Консервной банкой Они могут Да Остается конечно Наверное Кто-то вот уже сейчас Весной понимает Да Что придется может быть Осенью придется выбросить И сейчас это все еще хорошее У нас опыт то есть такой Потому что нам Как только вот Были бы открыты Нам бы наверное И понесли Потому что мы Сейчас одежду не принимаем И двери у нас В плане в этом Нет широкого приема Мы только вот так На расстоянии Вот Поэтому привезут Конечно это самое Пусть они услышат вас И было бы очень хорошо То есть это мы сейчас Обращаемся даже К частным лицам Не к организациям Даже К частным лицам У кого есть излишки Там овощей Например С осени оставшихся И вы понимаете Что вам этого с лихвой Хватит на лето А осенью будет новый урожай Если есть такая возможность Пожалуйста Телефон детского фонда 65 38 50 Вы можете позвонить В рабочее время Всегда люди на связи Возьмут трубку И вас проконсультируют Каким образом это сделать Еще Валентина Павловна Наверное не только Об овощах речь идет Или консервацию Вы не принимаете Там огурцы, помидоры Нет Вы знаете я просто боюсь Боюсь принимать Я прямо говорю Что у нас были случаи Были случаи Опять таки из истории Нашего Нашего жития Когда Да И я не хочу Подвергать себя Вот этому Вот Как говорят Я сама свои принесла Потому что я уверена У меня коллеги Которые Садоводы принесли Я их тоже знаю Это мы раздаем А так я к сожалению От посторонних людей Да Я к сожалению Я просто Я бы хотела Но я просто Боюсь Я же подвергаю Здоровье Так ведь Да Еще Валентина Даже Продукты нам приводят Нам же дают сертификат Конечно Понимать А здесь Я просто Не хочу Подвергать Ну консервированные овощи Да И все остальное Это конечно Да Это То что из магазина Пожалуйста Из магазина Вот все-таки В магазинах проверяют И там сертификаты есть А вот это Не могу сказать Поэтому я предлагаю У каждого есть Знакомые Бабушки Дедушки Тетушки Если вы знаете Сами разнесите Раздайте Правильно Еще Валентина Павловна Такой вопрос Скажите пожалуйста Вы сказали Одежду вы сейчас Не принимаете То есть я так понимаю К сожалению Новую одежду Можем принять Поддержанную Понимаете Просто мы сейчас При закрытых И эту одежду Все равно нам надо Потом будет опрыскивать Чтобы ее Обрабатывать Занести В детский фонд Вот так нет Просто мы сейчас Заняты Вот продуктовыми наборами Это самое Вещи нет Обувь могут нести Потому что Весенняя обувь Сейчас нужна Обувь Что она не так Много времени Займет В тамбуре Оставляют Мы пропыхаем Этим Антисептиком Очень признательна Я Авиатско-торговая Промышленная палата Которая нас Обеспечила Определенным количеством Антисептика Нам доставила Поэтому А это Звонят Многодетно А чем руки Обрабатывать Это все Кто-то дал Хозяйственное мыло Поэтому Вот это все Благодаря помощи У нас Комплектуется У нас Горячая точка В общем Мы на самом деле Валентина Павловна Конечно Очень рады Что вот этот Первый шок Который был Месяц назад Он прошел И люди начали Потихонечку Но возвращаться Да Всем благотворителям Здоровья Еще раз Спасибо большое Всем желаю здоровья И главное терпения И сидите дома Ребята Давайте Чтобы не заражать других Детскому фонду Простить можно Мы утром пришли Вечером ушли И больше мы никуда не ходим И ни с кем не пересекаетесь Ни с кем Ну вот только приходят Мы на пороге их приняли И все Да Благодарим Валентина Иванова Председатель правления Кировского отделения Российского детского фонда С нами на связи была Еще один звонок сделаем Сейчас есть у нас Три минуты Если успеем Да Ну вот слушай У меня единственный Только вот вопрос По поводу тех людей Кто не хочет говорить О своей помощи Говорите Говорите о том Что вы помогаете Потому что каждый раз Когда вы говорите О том что вы помогаете Вы показываете кому-то Другому пример И люди тоже подтягиваются Да вы стимулируете Это правда Но есть такая позиция Она распространенная Достаточно Да что благотворительность Надо Ну благие дела Надо делать А не рассказывать Мне кажется За анонимность Тратуют те Кому сложно лишний раз Сказать спасибо Вот и все Не знаю Ну это сложная история Психологически Может быть не всем Комфортно действительно Да Но ты права совершенно Эта история Она стимулирующая Да То есть кто-то посмотрит На соседа Творящего добрые дела И скажет Я тоже хочу Я тоже так могу Что почему Почему меня не пригласили Я тоже буду Да Юрий Басманов С нами на связи Исполнительный директор Комитета гуманитарной помощи Кировской области И атаман Вятской региональной Казачьей организации У Юрия В комитете гуманитарной помощи Тоже была организована В свое время Там служба приема Каких-то Ну вещей Там да И продуктов Для помощи Малоимущим И насколько я понимаю Работа ведется до сих пор Да Юрий Так точно Да Работа идет Здравствуйте Мы создали комитет Гуманитарной помощи В Кировской области Где члены боевого братства Союза добровольцев Донбасса И казаки Входящая в состав Союза казаков Воинов России И зарубежья В общем-то Каждое утро Более 20 казаков Мы собираемся В штабе По Розе Лексенбург 59 Где казаки Получают Водный инструктаж Работы Значит На каждый день Измеряют температуру Значит В группе имеются Дипломированные Медицинские работники После этого Выходят добровольцы Для помощи Пожилым людям Инвалидам Малоимущим Лицам Безопределенного Места жительства Значит Казаки Развозят Продовольственные Наборы Малообеспеченным Пожилым И многодетным Семьям Города Кирова И Кировской области Юрий Смотрите На данный момент 10 тысяч Продуктовых наборов Для малообеспеченных Семей Кировской области Переданы Социальным службам Депутат Государственной Думы Азимов Депутат Законодательного Собрания Константин Гозман Вот эти продукты Мы Как бы Продуктовые наборы Развозим Более тысячи Продуктовых наборов Мы уже развезли По нашим Семям Подопечным Юрий Простите пожалуйста То есть Вы сейчас Ваш комитет Гуманитарной помощи Занимается доставкой Вот этих вот Продуктовых наборов Которые Сформированы в регионе Вот у нас большая Очень такая Нагрузочка Не хватает Автомобилей Вот у нас 13 экипажей И мы В общем-то Видите Люди Которые Готовы Вам сейчас Помочь И у кого Есть возможность Какое-то количество Времени Уделить И которые Здоровы Не чувствуют Себя заболевшими Они могут К вам обращаться Со своими Автомобилями То есть Они могут Сказать Я готов Там 2-3 часа В день Развозить Вот эти наборы По малообеспеченным Семьям Соответственно Мы проведем Инструктор с ними Значит В этот экипаж Социальный Наработник Садится Как бы Вот Все это идет Через службу Социальной помощи Семьей Детям Значит Они обрабатывают Все заявки И мы Как бы Как волонтеры Все это Развозите Байк-клубом Ночные волки Мы вот Как бы Развозим Вот эти Продуктовые наборы Да Юрий Спасибо большое Еще раз Обращаю внимание Кроме того Мы кормим Каждый понедельник И среду Грячим обедом Наших бомжей Это хорошо Что есть люди Которые могут Да это позволить Себе Я прошу прощения Сейчас Мы вынуждены Уже прерываться Программа завершается Благодарю Юрия Басманова Исполнительного директора Комитета гуманитарной помощи Кировской области Роза Лексимбург 59 Это тем Кто заинтересуется Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok